Ну что ж, всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какой новый рейтинг появился в игрушке и что сделали с нашим шкафчиком, вернее обновление, которое мы так долго ждали. Ну и конечно же поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочется купить лошадок, а в кармашке не гроша? Сообщество Royal Bullets Star Stable Company предлагает тебе свою помощь. Здесь можно пополнить абсолютно любой аккаунт Star Stable Online, в том числе и РУС-аккаунты, да еще и по самым вкусным ценам. Спеши закупиться старкоинцами и купить себе много лошадок по ссылке в описании. Несмотря на то, что Хэллоуин уже покинул Юрвик и на картах вы больше не увидите значка тыковок с порталами, у меня на душе он все еще есть и будет, видимо, еще долго вплоть до первого снега в ССО. Какое же обновление к нам пришло на этой неделе? А это обновление шкафчика. Я хочу сказать, что я вообще не была готова к этому обновлению и никогда его, по сути, не ожидала так сильно, как многие, которые очень бы хотели добавить некоторые новые функции. Я же, в принципе, довольствовалась нашим стандартным шкафом, поэтому сегодняшнее обновление к меня вергло в полнейший шок. Давайте же посмотрим и разберем, почему. Да, сегодня мы очень много времени будем уделять именно шкафу. Значит, первое, что меня возмущает, это то, что персонаж не может сидеть на лошади. Внешний вид шкафа аналогичен внешнему виду персонажей лошади в глобальном магазине, и мне, если честно, это не нравится. Я всегда подбираю сеты, основываясь на трех пунктах. Это отдельно персонаж, это отдельно лошадь и сочетание персонажа и лошади. То есть, именно масть лошади, как сочетается с ней какого-либо цвета кожа на амуниции, как смотрится одежда на персонажа. И можете не пытаться меня переубеждать, для меня, даже если персонаж стоит рядом на лошади, это не то же самое, что сидит. Нет, мне нужно, чтобы он был на лошади в рабочей позе, в которой он будет выступать, сниматься и постоянно переодеваться, закрывать шкаф и смотреть это со стороны я не хочу. Поэтому я надеюсь, что, может быть, добавят кнопку, которая позволит пересаживать нашего персонажа на лошадь. Дальше, что по поводу цветовой палитры, дизайна и, в принципе, нового шкафа. Мне нравится. Это дизайн, который сейчас постепенно захватывает все интерфейсы Star Stable. Начали разработчики с окошка главного меню. Потом, похоже, окошко у нас появилось в дизайне. В изменении конюшни, тоже вот все эти бежевые оттенки с фиолетовыми кнопочками. И этот дизайн действительно становится мне очень приятным. Мне он безумно нравится. Мне не нравится только то, что сейчас в игрушке, так же, как и проблема с NPC, существует несколько поколений дизайнов сразу. Это на карте базовый дизайн ССО, который я все еще очень сильно люблю. Если вы зайдете в окошко клуба, у вас будет новый дизайн, который когда-то водили. И сейчас как раз-таки шкаф, эскейп и каталог обновлений дизайна вашей конюшни. Это уже новейшее поколение оформления игры. Жалко, что все это обновляется постепенно и приходится видеть столько дизайнов сразу. Итак, переходим все-таки к нашему шкафу. Мне нравится расположение кнопочек. Где, что, как. Именно по категории. То есть одежда, снаряжение, зверюшки, вещь. И возможно потом будут еще какие-нибудь кнопочки. Потому что место явно осталось. Видимо для кнопок под сохраненные образы. Да, разработчики нам уже сообщили о том, что они будут добавлять в шкаф функцию сохранения сетов. Какие-то заготовки. И вот это, если честно, очень хорошая функция. Чтобы быстренько подбежали к шкафу, нажали на кнопочку, сохраненные образы, сохраненные сеты. Вы одели на себя форму клуба, форму какой-нибудь вашей организации. И не нужно, к примеру, это постоянно таскать с собой. То есть почему это обычно все носят с собой в рюкзаке? Чтобы не искать по шкафу. Но если это будет в виде готового образа в заготовках, в шаблонах, скажем так, то это будет максимально удобное решение. Мне тяжело справиться с мыслью, что теперь страницы расположены вертикально. И страниц стало 15. То есть раньше их было когда-то, по-моему, 10. Потом их стало 15. Потом, если я не ошибаюсь, 17. И теперь их обратно сократили до 15. Но при этом увеличили сами окошки. Теперь перейдем именно к окошкам, которые мне не нравятся. Да, да, мне очень много тут чего не нравится. Придется привыкать, но я не говорю, что все ужасно. То есть в принципе, в общем мнение, обновление крутое. А тонкости это уже личное дело каждого. Мне некомфортно крутить колесиком вниз. То есть я привыкла, что мы открываем страничку и мы видим всю страничку. То есть вот если я не буду всматриваться, у меня вообще расплывается, я не вижу вот этот вот рычажок, то есть что нужно крутить вниз. И если бы вот здесь внизу не было вещей, я бы тоже не заметила, что они внизу есть. То есть для меня окошко это вот. Вот это окно. Посмотрела, здесь вещицы никакой нету, перелистываю на следующую страницу. То же самое. Посмотрела, вещицы нету и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но теперь все по-другому. Каждая страница стала намного, намного больше, намного шире. Вмещает в себя теперь, мне кажется, абсолютно весь гардероб. И, наверное, если вы скупите почти все вещи в игрушке, у вас, возможно, даже все и влезет. Да, кто-то там на фоне у нас радуется. Так что нет, надо прокручивать вниз, и мне придется очень долго к этому привыкать. Поэтому, наверное, я буду делать перераспределение. Очень жесткое перераспределение, чтобы у меня вещи занимали вот именно исключительно вот эту первую половину страницы. И вниз на дополнительные три строчки крутить не пришлось бы. Да. Но, как бы, это вот мне не нравится, мне некомфортно. Потом из-за всего этого сдвига у нас произошло смещение. Смещение всего. Даже вот с этой, вы видите, что тут они сдвинулись. Штаны наравне с кофтами. Кофты сдвинулись от шлемаков. Платьишки вообще с другой страницы сюда приехали. Придется все перебирать. Поэтому, ребята, которые навели заранее порядок в шкафу, если у вас не случилось сдвига, поклон вам в ноги. Вы молодцы, что подготовились к этому. Хотя у меня в шкафу вроде бы тоже всегда был порядок. Но все равно из-за того, что страницы изменили свою структуру, все равно все сдвинулось. То есть даже идеальное разграничение не спасло бы никого. Так. Что по поводу функции самой страницы. Каждой страницы. У нас теперь есть фильтры. Кофты, ноги, голова, руки, ступни, аксессуары. Это то, что мы хотели. Но, если честно, я это представляла немножечко по-другому. То есть, к примеру, что вот у нас есть шкаф. Мы хотим что-то найти. У нас не получается что-то найти. Мы нажимаем, допустим, голова. И шкаф сдвигает на одну страницу или на две. Если без пробелов у вас очень много вещей. Допустим, все шлемаки. Шапочки, шляпы, цилиндры, кепки. Абсолютно все. Но нет. Он работает совершенно по-другому. Он просто подсвечивает то, что попадает в эту категорию. И, скажем так, делает полупрозрачным то, что не попадает в эту категорию. Мне это, ну, не то. Хотела немножечко другое. Как бы, да, конечно, вам подчеркивают, что, ага, у вас там на серии на какой-то странице с кучей вещей может оказаться одна единственная шляпа, которую, возможно, вы где-то когда-то потеряли и вы о ней забыли. И, ну, все равно это странно как-то. Потому что все сортируют практически... Вот на каком количестве аккаунтов я у друзей и знакомых не была. Сортировка, конечно, у всех разная. Но принцип один и тот же, что есть категория а-ля спортивные вещи, просто вещи, старые вещи, сеты, сеты клубов-организаций, личные сеты. И, то есть, ну, ты знаешь, что где у тебя там, на какой странице может лежать. То есть, вряд ли там, даже если ты переодеваешься, у тебя резко и неожиданно, но когда ты уже закупился очень так хорошо, у тебя на первой странице со всеми верхами одежды верхнего типа может оказаться шлем. Нет, он, конечно, может там оказаться, но ты уже настолько там привыкший, что вряд ли это сделаешь. Хотя вот здесь у меня есть, ну, тут аж два, четыре предмета главного убора. Не знаю. Ну, возможно, потом они будут это дорабатывать, основываясь на наших с вами отзывах. Но пока что как-то, мне кажется, функция немножечко не дает того шикарного решения, которое бы могло дать. Это что касается фильтров. Также у нас есть поисковик. Но, если вы хотите пользоваться поисковиком, я сомневаюсь, что тут здесь есть люди, которые знают хотя бы пять вещей из разных сетов по названиям. Кроме каких-то супер выделенных сетов, которые мы получаем либо за жетоны, либо покупаем на ивентах. И то есть, если я напишу, к примеру, бабуля, нам показывают свитеры сета кардигана а-ля бабуля. Но, опять же, нам не сдвигают и не показывают все предметы из этого сета, у которых в названии есть бабуля. То есть, нам все равно нужно будет ходить, перелистывать, искать. Так, вот штаны я нашла, дальше, вот кроссовочки я нашла, вот перчатки, где варежки. Вот шапка, шапка съехала, вот варежки. То есть, нет, вот если бы оно показывало, как в магазине, в глобальном магазине эффект цветного фильтра. Что у нас есть одежда, я делаю цвет белый, и мне показывают все, что есть с белым цветом. Конечно, косячное, иногда там вообще белого может и не быть на некоторых вещах. Но, все-таки, то есть, он откидывает все ненужное. Давайте желтый. Он показывает только то, что мы хотим видеть. Более-менее. И вот такой же принцип я надеялась найти в шкафу, в новом шкафу, и пользоваться этим. К сожалению, пока что этого для нас не добавили. Но я надеюсь. Я надеюсь и искренне верю, что это не конец, это только начало. И в будущем эту функцию добавят. Так, почему-то персонаж еще как-то криво-косо каждый раз при входе в шкаф стоит. Мне вечно приходится его перетаскивать. Давайте посмотрим теперь снаряжение. Все то же самое. У нас тут аналогично 15 страниц, которые теперь все перемешались. И мне нужно навозить во всем этом порядок. Помогите. Ой, все, выездка с конкуром перепуталась. Ой, как плохо-то. Старые нагавки с новыми. А как? Это я должна рюкзак открыть? Мне теперь рюкзак надо еще освободить, чтобы это все перетаскивать. А можно как-то... А кстати... Минуточку, минуточку. Я очень хочу поинтересоваться одной функцией. Так, вот у меня здесь внизу старые нагавки. Что если я хочу взять вот эти вот старые нагавки и перетащить их на шестую? Это так не работает. А почему это так не работает? Это была бы очень удобная функция. Нет, нет. Разработчики говорят, что нам нельзя так делать. Мы должны по старинке открывать рюкзак, перетаскивать нагавки в рюкзак, открывать шестую страничку и перетаскивать их обратно. Ну... Извиняюсь. Горлышко немножко хрипит. Вот, да, вот, пожалуй, перетаскивание на страницу путем перетаскивания именно на позицию страницы было бы вообще очень удобным решением. Я не знаю, как я до этой мысли дошла, но, думаю, разработчиков надо к этой мысли подвести тоже. Здесь у нас фильтр очень тоже простенький. Седла, уздечки, потники, украшения. И то же самое. Нам лишь подчеркивают предметы той категории, которые мы хотим найти. Без всякого сдвига. Надеюсь также, что в будущем будет в шкаф встроен цветовой фильтр, чтобы вообще упростить жизнь и поиск вещей у нас в шкафу. Так, показывать текущую страницу. Так, вообще странно показывать текущую страницу, если фиолетовым нам показывают, на какой мы странице. Но, ладно, это мелочи. Просто заметила. Зверушки. На зверушек фильтра нету, но есть поисковик. Опять же, я лично не знаю ни одного питомца с названием, чтобы прям стопроцентное попадание было. Вообще не знаю. Никакого названия. Могу образно, что сова. Всего лишь две совы. Что белка. Четыре белки. Кстати, вот интересно, а белки вообще сломались? Починились, вернее, или нет? Да. Белки все еще поломаны. Самые мои любимые. Бельчата. Все еще слишком маленькие и полуплоские. Так что, да. Как-то... Есть к чему идти. Но, в принципе, вот сейчас я вижу, насколько у меня мало животных, и что теперь можешь, хоть я не знаю, делать себе заготовки, 15 страниц питомцев, я не знаю, у кого-нибудь вообще количество питомцев достигает пяти страниц в общей сумме без пробелов. Потому что, если разбить по категории, как-то три питомца на одной странице, это грустно. Но, может быть, зато удобно искать. Не знаю. Вот. Так, теперь посмотрим категорию вещи. Ага, категория... А, нет, не отличается. Так. А категория вещи у нас отличается. Очень интересно. У нас по количеству вот этих вкладочек, ячейчек для предметов, одежда, снаряжение и вещи одинаковы. Но... И зверушки тоже? А, нет, они все-таки одинаковые. У меня из-за этого мергания-моргания показалось, что они отличаются. Нет, на самом деле они одинаковы. Просто тут так все темно кажется за счет того, что тут задний фон темный. Так, ну вот вещи. Вещи тоже, наверное, там все переместились. Тоже надо все это искать, перетаскивать. Так, стоп, это у меня на пятой странице. Это было где-то в конце. Это, ух, да, теперь вещей можно очень много хранить в шкафу. Не знаю, правда, каких. Но, я думаю, те, кто знают, знают, что можно хранить в шкафу и в каком бешеном количестве. Так что, вот такое вот обновление шкафа. Пока что, если честно, какого-то суперского эффекта вау я не ощутила. Но мне нравится начало. Я очень надеюсь, что разработчики потом будут добавлять очень много фильтров, дополнительных функций. Я хочу, чтобы персонаж мог сидеть на лошади. Может быть, чтобы персонаж... Вот тут была бы кнопочка функция алюра. Чтобы мы могли смотреть, на каком алюре лошадь скачет. Было бы тоже неплохо. Сверху можно было бы добавить прически лошади. Вообще, кстати, у меня... Как я и до этого додумался? Чтобы можно было еще и прическу, по желанию, посмотреть, предугадать. Не, ну это как-то... Это излишне может быть, но было бы круто. Ну и возможность перетаскивания предмета. Вот просто перетаскиванием на нужную страницу. И чтобы оно автоматически просто падало на свободную ячейку. Вот это было бы очень и очень удобно. Я, если честно, вообще страшуюсь того дня, когда я засяду в этот шкаф. Потому что нужно будет переделывать абсолютно все. Запоминать все по-новому. Потому что вот у меня рука так и тянется вот тут все переключать. На горизонтали. Но теперь это все на вертикали. И все это нужно будет составлять. Хоть иди и печатай себе каталог. Или в каталог пиши в блокнотике заново. На какой странице у тебя что будет. Сколько сюда вмещается. У нас, кстати, кнопка выбросить теперь находится вот здесь внизу. Поэтому вот эта угловая ячейка спокойно может принять на себя любой предмет. По вашему хотению. Абсолютно любой. Ну, начало хорошее. Посмотрим. Единственное, очень страшно теперь наводить здесь порядок. Так как это не последнее. И даже не второе. А это лишь начальное обновление нашего шкафа. И будет очень грустно, если ты наведешь порядок. Что-то случится. Что-то обновится. И либо у тебя просто так по щелчку все перемешается. Опять сбросится. Либо просто из-за того, что выйдет какое-то обновление на шкаф. Вот. Это вот такое вот мое мнение для шкафчика. Я с радостью почитаю ваши комментарии под этим видео. Что вам нравится, что не нравится. Возможно, вы целиком и полностью довольны новым шкафом. И это будет прекрасно. Я буду вам искренне завидовать, что вас все устраивает. Потому что я ворчуня, которая что-то не устраивает. Так, ну а тем временем давайте перейдем к следующей части этого обновления. На Юрвик вернулся новый рейтинг. А точнее, путь. Путь лидеров второй, который называется Путь Славы. Длится он будет до 4 декабря. И в этом пути... Не могу я называть этот путь. В этом пропуске мы будем получать очень много вещей, связанных с, я бы сказала, какой-нибудь Юрвикской академией. И вещи очень классные. Нам, конечно, разработчики предлагают вкусняшки, банки мудрости, сверкающие самоцветы, которые вы можете продать и получить за них тысячу шиллингов. Зарыцвет, который поможет вам при создании эликсиров. Так, ну, посмотрим из одежды и амуниции. Нагавки переливчатого перламутра для выездки. Честно, мне они не особо заходят. Ни типаж нагавок, ни вот это вот сочетание серого с фиолетовым. И, по-моему, там розовый? Нет, по-моему, просто серый с фиолетовым. Продолжаем. Банка мудрости, сверкающий самоцвет, купоны. Ребята, копим купончики на 7 дней ухода за вашими лошадками. Банки мудрости, сверкающие самоцветы. Это шикарнейшие, наполированные до идеального черного блеска сапоги переливчатого перламутра. Они идеальны. Это самые чистые, самые новые, самые нетронутые сапоги, которые я вижу в своей жизни. Не то, что даже в ССО, а в жизни. Хотя нет, когда-то нет. Вживую, ладно, вживую я видела такие же идеально начищенные сапоги. Но это были сапоги не для выездки. И это смотрится очень красиво. Сияй, подобно самой драгоценной жемчужине. Черная жемчужина, да, как будто бы мы тут сет собираем. Идем дальше. У нас есть еще порошок странствий, еще сверкающий самоцвет, купончик на уход, банка мудрости. Золотые серги переливчатого перламутра. Судя по всему, они с жемчужиной, но не с идеально круглой. И, кстати, если это не глюк, то сережка, левая сережка, будет иметь еще дополнительные два составляющих. То есть у вас получается на правом ухе будет одна сережка, а на левом ухе будет сережка с жемчугом. Дальше среднего размера кольцо и маленький гвоздик. Больше пирсинга в Старстайбл онлайн. Банка мудрости, серебряные серги. Ага. Ага. Они решили пойти таким образом, что добавят украшения сразу для любителей золота и серебра. Это хорошо, мне это нравится. Подкова кузнеца, я надеюсь, самые максимальные. Также опять порошок странствий. Хакамора переливчатого перламутра. Дальше сверкающий самоцвет, купон, баночка мудрости и седло переливчатого перламутра для выездки. Жалко, что Хакамора, но вот нельзя сейчас на нее посмотреть поближе. Она мне нравится. Седло, я считаю, старики, ССОшные старики, которые большую часть своей ССОшной жизни проездили в старом губернаторском блестящем седле на вторых поколениях. Мне кажется, вот это седло, это реинкарнация того самого глянцевого черного седла с падения губернатора, на котором почти все катали выездку. Либо на матовом, либо на глянцевом. Вот это вот, это реинкарнация глянцевого. Напишите, что вы об этом думаете. Цветочек Печаль Друида, еще одни подковки, самоцветы, леггинсы переливчатого тумана. Они сделали их с шортами на тот случай, если вы захотите одеть персонажа в этот предмет гардероба без юбки, без сета. Потому что у разработчиков один раз уже был такой косячок, что они добавили сет, в котором было платье. И штаны были просто сетчатые колготки. И получается, что эти сетчатые колготки никуда нельзя было нормально надеть, кроме как под платье. Хотя они там очень крутые, хэллоуинские. А тут они теперь делают вот такие колготы с шортиками. То есть под юбкой шорта не видно, а при желании вы можете однодеть маечку, взять вот эти шорты с этими колготками и пойти щеголять на какой-нибудь крутой вечернике. Тридцатый уровень банка мудрости, купончик, самоцвет. Вальтрап переливчатого перламутра для выездки. Тоже очень красивый, вот он мне очень нравится. Угощение для супер настроения. И самая шикарная вещь за весь этот пропуск. Пропуск, да, я буду все-таки называть это пропуском. Это ансамбль переливчатого перламутра. Рубашечка и юбочка на кожаном ремешочке. Прям, ну формы академии какой-нибудь. Очень красивые. Я прям представляю, что когда-нибудь эти сеты вот с этого пути добавят в возможность покупки. И кто-нибудь, ну наверняка, соберет клуб с этой формы. Это будет выглядеть очень красиво. Хотя странно, лучше бы туфельки, наверное, подошли. Но спасибо за эти сапоги. За эти сапоги спасибо. За хакамуру седло. Просто самое начищенное, самая черная, начищенная кожа. Это вообще нового третьего поколения из всех тех, что я знаю. Так что да, вот такой вот пропуск в нем. 35 уровней. Напоминаю, что изначально вам дается 100 опытов в каком-то количестве. Потом 75, потом 50. И потом по 20 или по 25. То есть это не зависит от ваших действий. Любые действия будут давать вам этот опыт. Зашли, я не помню сколько, первые 5 действий или первые 3 действия по 100 опыта. Потом следующие 3 по 75 опыта. И вот так вот до 20. Ну и конечно не забывайте заходить в пульт лидеров и получать ежедневную награду в размере, по-моему, там 450. Если я не ошибаюсь. Будут ежедневные очки. И если вы будете много играть, делать много важных дел и получать ежедневную награду. Вы, конечно же, быстренько соберете весь этот путь и получите все предметы за его прохождение. Ну а на следующей неделе, ребята, к нам приезжают наконец-таки новые лошадки. По-моему, их можно назвать тяжиками. Это лошадки породы нурекер, которые будут продаваться одна лошадь в Мурланди, а остальные в деревне, в хозяйстве Серебряной Поляны, то бишь, наверное, оградниках. Так что на этом все и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. И обязательно напишите комментарии по поводу шкафа.